Детская площадка во дворе на Ленина, 161 – любимое место организованного отдыха у жителей микрорайона. По решению суда специалисты управления ЖКХ в четверг начали демонтировать тренажеры. Арендатор участка Елена Семеновна Колесникова заставляет через суд снести место отдыха. Остаются вопросы морали и этики. Как людям, проживающим в Анапе, приходят в голову идеи, что бизнес важнее детей и спокойствия анапчан. Мы узнали намерение коммерсантов, решивших при помощи суда снести детскую площадку. Представители Елены Колесниковой, арендатора участка, говорят, что у них все по закону. Участок оплачен еще в 2005 году. Налоги платят исправно, а значит могут делать все, что хотят. Показать аналогичную детскую площадку на указанном администрации месте. Дело в том, что данный земельный участок у нас в аренде уже довольно длительное время. И на этом земельном участке просто взяли и поставили вот это сооружение. Мы ничего не можем делать. Соответственно, мы все прекрасно понимаем. У нас есть документы и решения суда и все. Но мы остаемся нормальными людьми. Поэтому мы предложили, что вы нам покажите, куда мы за свой счет сначала построим, а потом уже это уберем. Сносить нельзя, оставить. Где будет запятая в этом предложении? Анапчане уверены, должен победить здравый смысл. Жители микрорайона и власти курорта встали на защиту. И площадки, и интересов детей. И кто это мог вот здесь продать, эту частную территорию? Можно к представителю ЖКХ, можно к представителю ЖКХ оборотиться. Здесь весь микрорайон, со всего микрорайона к нам приходят дети. Единственная спортплощадка, на которой занимаются люди, приходят все. Ну это что за безобразие такое? И мэр Анапы Сергей Сергеев также категоричен. Детскую площадку надо отстоять. Я двумя руками за малый бизнес, но только не ценой украденной у детей площадки. Неужели жажда наживы полностью застлала глаза нашим бизнесменам? Не понимаю таких людей и никогда не пойму. Нельзя жить по принципу, а после нас хоть потоп. Нельзя лишать наших детей будущего. Позиция администрации города понятна. Защитить детскую площадку и интересы детей. Тренажеры уже вернули на место. В настоящее время нами рассматривается возможность подачи апелляционной жалобы на решение суда, которым предписано демонтировать указанную детскую площадку. Точку в этом вопросе пока ставить рано. Власти курорта намерены использовать любую возможность, чтобы детская площадка не превратилась в магазин. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.